В этой части программы предлагаю снова вернуться в Мюнхен, где премьер Армении Никол Пашинян сделал ряд громких заявлений. Мюнхенскую площадку Пашинян использовал, чтобы показать свою лояльность Западу, а так как украинский кризис стал одной из главных тем форума, то Пашинян ожидаемо сделал антироссийское заявление. Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Премьер Армении, конечно, имеет право на свою точку зрения или позицию, отличающуюся от российской, но одно дело обсуждать этот тет-а-тет со своим союзником, а совсем другое публично заявлять на европейской площадке. Причем Пашинян делает это не в первый раз. Ранее он озвучил эту мысль в интервью британским СМИ. Очевидно, что господин Пашинян отрабатывает представленные ему задачи новыми хозяевами, но это неизбежно, учитывая, как появился господин Пашинян на политической арене, так называют кредитные истории. Такой политик, который должен был имитировать оппозицию в Армении. Потом он поверил в себя, что он такой Никол всемогущий, и теперь он полностью сидит на крючке у Запада, решающийся, приободрился, и в этом он делает такие заявления. Нападки на Россию регулярно совершают и люди из близкого круга Пашиняна. Так, секретарь Совета безопасности Республики Армен Григорян открыто говорит, что Армения ищет России замену в системе безопасности. Армения, видя до 2020-2021 года, что система безопасности, частью которой она является, не работает, абсолютно недейственно, ищет для себя гарантии безопасности. И мы продолжим работу в этом направлении. Мы решительны в нашей политике и реализуем все наши цели в этом направлении. Возможно, гарантии безопасности Пашинян обсуждал на встрече с главой британской рассветки Ми-6 Ричардом Муром. Российские эксперты уверены, армянского премьера убеждали начать конкретные шаги по выходу из организации договора о коллективной безопасности. О том, как ему выходить из ОДКБ и будут ли страны Запада давать какие-то гарантии безопасности с места России. Собственно, никто не делает секрета о предмете переговоров. И вот результаты встречи Пашиняна с Муром. В интервью «Франц-24» он громко заявил, что участие Армении в ОДКБ заморожено, так как договор о коллективной безопасности, по его мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Другой вопрос, готовы ли европейцы дать Армении реальные гарантии, то есть встать на защиту, если это потребуется. На самом деле, давно уже было бы пора понять, что никто ради него вмешиваться никуда не будет. Но создать такой информационный фон армянская сторона, конечно, хотела. В Мюнхене Никол Пашинян сделал еще одно скандальное заявление, обвинив Москву и Баку в срыве трехстороннего заявления о прекращении огня 2020 года. Более того, армянский премьер настаивает, что в данном заявлении нет пункта, согласно которому у России есть возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие через территорию Армении. В пункте 9 трехстороннего заявления нет такого, что Российская Федерация может контролировать что-то на нашей территории. Другие пункты этого документа Азербайджан и Россия, по сути, разорвали и выбросили, полностью нарушив свои обязательства. Открываем трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года, где черным по белому написано, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахачеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. После такой попытки дискредитировать трехстороннее заявление, российские эксперты задаются вопросом, а не откажется ли впоследствии Пашинян от своей подписи под мирным договором с Азербайджаном, если этот договор будет заключен. Если он сейчас отказывается от того, что он подписывал три с половиной года назад документы, то где гарантии, что через полгода он не откажется, через год не откажется от своей подписью под мирным договором? Это не тот человек, в котором, как показывает практика, стоит подписывать важные основополагающие документы. Политике умение держать данное тобой слово имеет огромное значение. Тем более, если твоя подпись стоит под документом государственного значения. Властям Армении не стоит об этом забывать.